Эпитафия Юрия Петровича Власова На свете есть люди, которыми хочется восторгаться, о которых вдохновенно и проникновенно хочется рассказывать другим людям. Им хочется подражать, на них хочется равняться. С этими людьми есть огромное желание обязательно встретиться, поговорить, обсудить то или иное событие, узнав у них тем самым их мнение и взгляд на ситуацию. Эти люди словно маяк в пучине морской, как яркая путеводная звезда, указывающая всем остальным правильный и, что самое главное, не всегда простой, а в большей степени тернистый, сопряженный с трудностями и непосильной борьбой с жизненным путь. К большому сожалению всего человечества, признание и уважение, которые заслуживают эти люди при их жизни, зачастую запаздывает. И возможность переосмыслить всю мощь и духовную силу этих людей приходит после их физической смерти. Одной из таких глыб и человечем нашей эпохи, который своими заслугами и поступками заслужил памятное бессмертие, является по праву Юрий Петрович Власов. Как парадокс исторической коллизии, фамилия Власа в событиях Советского Союза несет на себе совершенно две противоположные жизненные позиции. Патриота с одной стороны в лице Юрия Петровича и однофамильца предателя в лице небезызвестного генерала времен Великой Отечественной войны. Одному Богу, известной, да и, наверное, самому Юрию Петровичу, как непросто было молодому суворовцу, сыну военного, начинать свою жизнь, имея такую фамилию. Можно только предполагать и догадываться, через какие душевные, а, возможно, и физические унижения пришлось пройти этому несгибаемому человеку в становлении своих жизненных позиций. Отторопе берет от мысли, откуда у тогдашнего подростка послевоенных лет, сознательно и целенаправленно проявились волевые качества в чертах его характера. Он вставал раньше всех своих сверстников минут за 40-50, чтобы успеть сделать пробежку и зарядку, много читал и проявлял неподдельный интерес к своей учебе. Он как будто торопился охватить и объять все необъятное и необхватное. Как потом в дальнейшем сам и заметит Юрий Петрович. Возможно, мне не хватит времени в моей жизни воплотить все то, что я наметил в ней сделать. Возможно, так и случилось. Но, по моему мнению, он успел сделать самое главное в своей жизни, а именно прожить так, что в конце своего жизненного пути, никоим образом не уронив ни чести своей, ни своего достоинства, остаться верным сыном своей Родины, подлинным патриотом и благородным человеком. Вечная память Юрию Петровичу Власову. Продолжение следует...